Дорогие девушки, давайте сегодня поговорим об эстетических проблемах тела. Первое, о чем хочется сказать, то что тело, так же как и лицо, требует специального ухода. Нужны специальные средства по уходу за телом дома, а также существуют специальные процедуры для поддержания здоровья и красоты тела в салоне. Особенно хочу вам сказать и отметить, что чаще всего эстетические проблемы тела это не просто красота, это еще и здоровье. И именно какие-то проблемы и нарушения в теле зачастую нам говорят о том, что нарушен метаболизм всего организма, есть какие-то гормональные нарушения. И это такой звоночек для того, чтобы обратиться к специалисту и пройти полноценное обследование, понять, что же не так. Поэтому относимся к проблемам тела очень-очень осторожно и всегда с вниманием, особенным вниманием. Ну а сегодня мы поговорим с вами в основном о том, как мы, косметологи-эстетисты, можем помочь человеку. Что мы можем сделать и разберем причины возникновения и разберем основные проблемы тела, которые существуют. Сегодня мы с вами разберем подробно методы, которые мы используем для работы с телом. Это у нас основные методы будут обертывания, все виды обертывания, массажа, аппаратное воздействие и инъекции. Инъекции, конечно, мы с вами как эстетисты делать не можем, но немного об этом также поговорим. Начнем мы с обертываний и затем очень подробно, очень правильно мы с вами пойдем в СПА-процедуры, прессотерапию, аппаратные методики. Ну и также обсудим многие причины возникновения проблем тела. А сейчас мы начнем с основных проблем тела и начнем мы с вами со стрий. Наверняка вы слышали это понятие, давайте в нем разбираться. Стри или растяжки по-простому это атрофия кожи, выглядит в виде полосок, белесоеватых полосок, либо это так называемая атрофодермия, своеобразная атрофия в виде волнистых полос. Они представляют собой серьезный косметический дефект, потому что очень часто они занимают большие объемы, большие по площади. Располагаются они в местах наибольшего растяжения тканей. И в зависимости от того, что же было их причиной, место расположения у них также разное. Мы в первую очередь с вами поговорим о растяжках, связанных с беременностью. И на фото вы видите растяжки, связанные именно с беременностью. Как я уже сказала, что растяжки появляются на местах максимального растяжения кожи, в данном случае это живот. То есть в определенный момент у женщины возникли определенные гормональные нарушения. И в связи с этим появились растяжки. То есть это не вот растянулся живот. И здесь тоже есть момент, но чаще всего именно в возникновении растяжек у беременных мы виним не только растяжение живота, но и определенный гормональный баланс женщины. Хочется сразу отметить, чтобы вы себе записали, пометили. Вот внизу вы видите три пункта. Это основные средства, которые лично я рекомендую для профилактики растяжек. И профилактируем мы их с самого начала, то есть по сути с первого, второго, с окончания первого триместра, начало второго триместра. И используем их на все места возможного растяжения, возможных увеличений объемов. Чаще всего для беременных это грудь, чаще всего это живот, это бокали, так называемые наши с вами ушки в области бедер. Ну и конечно ягодицы. Все это мы помимо того, что используем специальный крем, мы еще и массажными движениями это втираем и тем самым профилактируем возникновение растяжек. Здесь хочется также сказать вам, что на фото вы видите растяжки красненькие. То есть у них внутри есть красные такие полу, то есть они с таким не бледным оттенком, а с более красным. Это значит, что растяжка появилась относительно недавно, относительно недолгое время и она еще в процессе формирования. А вот белая стрия говорит уже нам о том, что процесс формирования рубца трофического уже закончился. И собственно воздействовать на белую стрию гораздо более проблематичнее по сравнению с воздействием на ту, что вот сейчас вы видите на своем фото. Какие могут быть причины возникновения стрий и растяжек? Ну как я уже вам сказала, основная причина это гормоны и быстрый рост. И поэтому в нашей группе риска находятся беременные женщины, а также подростки, которые внезапно, например, очень классический случай, когда парень в период полового созревания, там в 13-16 лет, он у нас с вами едет к бабушке, уезжает один, возвращается на 15 см выше и вся спина у него в растяжках. С чем это связано? Это связано с гормональной перестройкой, это связано с тем, что вытянулся сам ребенок, подросток и вытянулась ткань, и у него по сути возникли такие стрии, такие растяжки именно по двум направлениям. Это наследственная предрасположенность, гормональная перестройка и очень быстрый рост. Также, как вы видите на своем экране, есть быстрая прибавка в весе. Еще хочется сказать, что часто такое я наблюдала у девушек, еще не беременных и не кормящих, никогда не связанных с беременностью. Бывают, возникают растяжки на груди за счет того, что, опять же, внезапно, достаточно быстро у девушки начала расти грудь. И начала расти грудь до больших размеров. Это не первый, не второй размер, это там четвертый, пятый размер. Ну, кому-то везет, у них изначально даны хорошие размеры груди, но при этом вырастает очень быстро, кожа не успевает адаптироваться и гормональные перестройки. Поэтому, опять же, появляются растяжки. Так что, имейте в виду, мы с вами разобрали стри и растяжки. Здесь мы с вами поговорим о том, как же можем лечить, как же можем помогать пациентам, у которых есть подобная проблема. Ну, здесь мы поговорим о том, что существует мезотерапия. Мезотерапия – это уколы, либо у нас есть безинъекционная мезотерапия, или мезороллер. Это определенный роллер с тонкими, очень острыми иголочками, либо введение препарата непосредственно в кожу путем игла и шприц, либо наносится препарат на чистую кожу, и затем вкатывается вот этим мезороллером. Мезороллер вы использовать можете. Единственный момент, должны понимать, что все должно очень четко стерилизоваться, использоваться одноразовые насадки для каждого пациента. Что еще можно использовать? Фототермолиз. Можно использовать пилинг с применением химических веществ. И, кстати говоря, сочетание мезотерапии и пилинга считается одним из самых эффективных, потому что вы, по сути, с двух сторон будете подходить к лечению этой проблемы. Есть так называемый метод кнута и метод пряника. Так вот, пилинг – это метод кнута, когда мы с вами коже говорим «давай, иди, работай, вставай». А мезотерапия – метод пряника, когда мы ей говорим «вот тебе строительный материал, строим, пожалуйста, хорошую, правильную кожу». То есть мы и подгоняем ее, и заставляем работать, и при этом даем ей пищу, строительный материал, чтобы кожа работала хорошо. Поэтому сочетание пилинга и мезотерапии лично я считаю одним из самых эффективных. Либо, например, мезотерапия и лазерное воздействие, либо микродермообразия, то, о чем, кстати говоря, здесь также прописано. Ну, самым таким радикальным лечением растяжек является абдоминопластика, когда просто отрезаются определенные области, и такой проблемы не существует, потому что, по сути, этой ткани нет. Еще мы написали лазерную шлифовку и элосомоложение. Здесь, по сути, надо быть также готовым к повреждению кожи, так же, как после пилинга предупреждать пациентов о том, что будет шелушение, будет покраснение, возможно, во время процедуры небольшое жжение. Ну и, по сути, это также метод кнута, то есть это метод воздействия на кожу путем такой ее травматизации, чтобы она восстановилась. Но здесь всегда, очень прошу вас, используйте, то есть не налегайте на методы травматичные, на методы травматизации, потому что это тело, тело всегда еще восстанавливается дольше. Если мы делаем пилинги или лазерные процедуры на тело, мы должны умножить время восстановления на два. То есть если у нас лицо восстанавливается за 7 дней от этого пилинга, то тело, живот восстановится за 14 дней от того же самого пилинга, в тех же самых концентрациях и то же самое количество слоев. Так что будьте аккуратны. Ну а сейчас поговорим о дряблости кожи. Проблема такая встречается, вы ее видели. Ну и на фото вы видите одно из самых частых мест расположений, то, на что жалуются женщины. Это дряблость или снижение тонуса коры кожи, снижение эластичности кожаных покровов. Очень часто это видно в области плеча, собственно, то, что мы сейчас видим. Это морщинистость кожи, это склонность к провисанию, такая кожа, как папиросная бумага. Особенно это актуально ближе к 40, тут написано после 40, но и до 40 у нас такое с вами бывает. И тяжесть гравитации, и, в общем, все это, конечно, работает не в нашу пользу. Какие причины мы можем с вами обсудить? Это естественное старение кожи за счет того, что снижаются эластичные волокна, снижаются коллагеновые волокна, их количество, их качество снижается, клетки работают уже не так хорошо. Наследственный фактор, недостаточный тонус мышц, то есть мы не занимаемся спортом, мы не приводим наше тело в рабочее состояние, и понемногу наше тело отдыхает и ленится. Похудение, очень быстрое похудение, и не совсем правильное, неправильная косметика, неправильный уход, роды, это связано не с самими родами, а с гормональной перестройкой, после родовой стресса и внутренний процесс. Ну и теперь, что мы можем также предложить людям с подобной проблемой? Мы можем предложить основные процедуры. Основные процедуры, как мы уже с вами говорили, это инъекционные, то есть это улучшение качества кожи за счет того, что мы с вами делаем инъекции, мезотерапии, как инъекционные, так и безинъекционные. Мы проводим препарат внутренней кожи, это строительный материал для клеточек. Также могут быть аппаратные, уходовые процедуры, в том числе, например, щетка, есть специфические щетки, очень они на самом деле работающие. Если делать эти процедуры дома, самостоятельно, это деревянные щетки, очень советую вам и вашим пациентам, вашим клиентам. Также советую гидромассажные процедуры, и на фото вы их видите, массажи. И очень полезно в данном случае будут обертывания, которые будут убирать лишнюю воду, лишний вес и, соответственно, улучшать туркарнотянутость кожи. Ну а мы с вами переходим к известному и не всем любимому понятию варикоз. Варикоз или варикозное расширение вены это патологическое изменение вен, сопровождающееся их мешковинным расширением, увеличением длины, образованием извилин, узлов, клубков, что приводит к несостоятельности клапанов и нарушению кровотока. В связи с этим отек, тяжесть в ногах, по сути вены, как говорят, вена как карандаш, такая плотная, извилистая вена, ну и узелки, просвечивающие через кожу. Чаще всего эта проблема связана с многими факторами и мы вот сейчас как раз их обсудим. Но здесь надо понимать, что чаще мы говорим про варикозное расширение вен в области нижних конечностей. И давайте на них и остановимся. Какие могут быть факторы? Факторы это генетическая предрасположенность к развитию варикозного расширения вен, то есть несостоятельность клапанов. И чаще всего, если генетическая предрасположенность существует, то проявления первичные мы видим уже в 20-25 лет, уже подобные проявления есть. Гормональные факторы, лишний вес, это очень существенный фактор. Беременность, за счет того, что во время беременности, во время того, как ребенок, находясь в матке, достаточно большой объем занимает, и особенно это касается маленьких худых девочек, где сосуды, крупные сосуды, крупные вены в том числе, ребенок просто сдавливает, и получается, что отток затруднен за счет того, что формируется маленький просвет сосуда, и накапливается кровь в нижних конечностях, и сложнее ее вытолкнуть. Поэтому часто бывает такое во время беременности, но тут следует сказать, что появившись во время беременности, часто после того, как женщина уже родила, через несколько недель, буквально достаточно быстро, все проходит. Что еще может быть причиной? Это сердечно-сосудистые проблемы, такие как образование тромбов, тромбоз, травма, воспаление вен, но еще хочется сказать, и это очень важный фактор, это образ жизни, то есть занятие спортом постоянное, не спорт достижений, где нужно, очень активно, слишком активно работать не на здоровье, а именно на результат. Тот спорт, который дает нам здоровье, это растяжки, это ходьба, это плавание, это определенные такие кардио, кардио виды спорта. Все это помогает профилактировать проблемы с венами. Ну и определенный также образ жизни и образ одежды, то есть надо понимать, что ношение неудобной обуви, хождение на каблуках в течение длительного периода времени, долгое сидение, то есть такой сидячий образ жизни, все это способствует тому, что венам сложно работать, сложно поднимать кровь, и клапаны работают на износ. Ну и, конечно, будьте аккуратны, если встречаетесь таким, и если вы видите подобное у себя или у пациента, необходимо обратиться к специалисту, называется он флиболог, это человек, который изучает именно вены, и он поставит вам диагноз, пропишет определенный образ жизни, ношение чулок, компрессионных, специальную обувь и так далее. Ну, в общем, обращаться нужно будет к специалисту. Я думаю, что на фото вам понятно, как выглядит таварикозное расширение, если мы говорим про варикоз, то это именно толстые в виде карандаша, темно-синие расширения, достаточно плотные на ощупь, которые видны чаще всего на задней поверхности, на задней разгибательной поверхности, то есть в области, по сути, под коленом. Давайте теперь поговорим о лечении варикоза. Мы не можем лечить варикоз, мы можем помогать и профилактировать варикоз и его проявления, то есть непосредственно ощущения, с которыми приходит к вам женщина, и какие-то внешние эстетические его проявления. И также можно использовать специальные мази, это троксивозин, гепотрамбин, гепотрамбин, леотон. Это либо венотоники, либо, если мы говорим про гепариновые масси, вот из всего этого, это препараты, которые помогают кровь немножечко разжижать, и тогда она становится более, ее более удобно поднимать наверх. То есть это еще вот такого формата. То есть есть леотон, и есть, грубо говоря, есть венотоники, и есть препараты, которые разжижают кровь, тем самым она становится не такой вязкой, ее легче поднимать вверх для наших с вами вен. Ну а теперь поговорим о процедурах, которые можно делать, и которые помогают устранить какие-либо проявления варикоза, но, конечно, не лечат. Что нам может с вами помочь? Это обертывание, это лечебные ванны, это водные процедуры, это физиотерапия, и, конечно, массаж. Обо всем этом мы поговорим дальше.